Порядок в Киеве. Уже через неделю во время финала Лиги Чемпионов, кроме обычных, будут охранять также новые полицейские подразделения, так называемая «Полиция Диалога». Её создали недавно при помощи консультативной миссии Европейского Союза. Сегодня эта международная организация впервые за 4 года провела День открытых дверей. Что показали, что рассказали, обо всём подробнее в нашем материале. День открытых дверей во дворе консультативной миссии ЕС. В начале демонстрация достижения кинологической службы. Собаки ищут взрывчатку и наркотики. Эта бельгийская овчарка Пака уже 6 лет работает в аэропорту Борисполь. Неожиданно гроза наркодилеров оказывается очень стеснительным. Корень зла – большая видеокамера. Он очень стеснительный. Мы его сейчас повернём немножечко, чтобы было вот так. Раз! Ему нравится учиться. Ему сложнее лежать на диване. Работа евроконсультантов началась в декабре 2014-го после приглашения украинского правительства. 300 специалистов из стран ЕС помогают в реформировании пограничной службы, прокуратуры и полиции. Но есть и заокеанские гости. Из 30 миллионов канадцев 1 миллион имеет украинские корни. Из-за этого в Канаде большое политическое лобби и желание помочь своим украинским друзьям. Я рассказываю криминалистам о том, как проводить экспертизы, а также о новых технологиях и методах, которые используются в мире. Разговорный жанр их оружия – это полицейские диалога, которых готовили по скандинавской методике. Их задача – обеспечить спокойствие и порядок во время митингов и массовых акций. Например, таких, как предстоящий финал Лиги чемпионов. Через неделю на подмогу киевским приедут коллеги из Одессы и Львова. В прошлом году мы обратились к концептированной миссии Европейского Союза о реформации блоку цивильной безопасности. Это в первую очередь введение скандинавской модели обеспечения публичной безопасности. Основное заведение и принцип скандинавской модели – это минимализация демонстрации силы. У нас нет специальных способов оружия, мы используем только слово. Глава Евромиссии говорит, в Украине, чтобы заработали реформы, нужны не только финансы. Комиссия за год тратит 20 миллионов евро, но и желание самих украинцев меняться. Нужно время, потому что вы большое государство. Когда говорят, что нет мотивации у полицейских, например, все говорят, что зарплата маленькая. Но это не так. Должна быть зарплата – это одна из частей мотивирующих. Еще должны быть ценности, в которые культура организации, в которую верят. Сейчас евроконсультанты создают новую стратегию для полиции и МВД, а также разрабатывают нормы внутренней безопасности и этики силовых структур. В Европе уверены – это поможет побороть коррупцию. Павлина Василенко, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...